Строители, выполняющие ремонт бассейна «Спартак», что возле стадиона «Волгоград-Арена», готовы бежать со всех ног с этого объекта. По утверждению предпринимателей, за выполненную работу им уже не первый месяц должны миллионы рублей. Напомним, старый плавательный бассейн в 2016 году у профсоюзов купило федеральное государственное учреждение «Спорт-Ин», которое строило главную футбольную арену в Мундиале в Волгограде. Вскоре начался ремонт, который должен завершиться до конца этого года. В высоте 102 съемку на объекте начальник участка запретил, предложив обратиться за разрешением к собственнику бассейна. Но нам все-таки удалось туда проникнуть, и увиденное съемочную группу потрясло. Неужели на новогодних праздниках здесь уже можно будет купаться? Кто срывает сроки сдачи объекта? Нерадивые штукатуры, безалаберные сварщики или плиточники-ленивцы? У подрядчиков своя версия событий. По одному договору со мной расплатились полностью, по остальным договорам очень большой долг, и я так думаю, что только через суд, так как генподрядчик отказывается подписывать акты выполненных работ по непонятным мне причинам. По отделочным работам у меня выполнено порядка 80%, и долг передо мной составляет больше 4 миллионов рублей. Это вот на данный момент. А то, что по другим договорам, еще тоже порядка 4 миллионов рублей, общая сумма 8. Заработная плата нам не выплачивается с июля этого месяца. Несмотря на то, что среднесписочный состав у нас работает не менее 12-15 человек каждый день, усилимся до 20, нам выплачено зависит период за 4 месяца всего 300 тысяч рублей, что в пересчете на единую душу по 275 рублей на человека. И когда будет выплачена наша зарплата, мы не знаем, потому что постоянно переносится, с каждой недели переносится с понедельника на пятницу, с пятницы на понедельник. Просят очень сильно усилиться, поработать еще, поработать еще, потерпите. Пояса надо подтянуть, утянуть все. Потерпите, сейчас все будет. Вот все будет, уже 4 месяца происходит. У нас уже нет ни сил, ни возможности дальше продолжать эти работы, и мы готовы уже отсюда уйти. По словам наших собеседников, объект контролирует целый вице-губернатор. Как им это помогает, правда, непонятно. Валентина Николаевна Горячина курирует, то есть она приходит каждую среду на совещание, опять-таки тоже старается помочь, потому что она на стороне подрядчиков, все в курсе задолженности и все в курсе, опять-таки, того, что сроки поставлены. Это 1 января 2019 года, уже сдача объекта, спуск и наладка. Если нынешние строители вместе со своими работягами соберут вещички и уйдут со стройки, то вполне вероятно, никто не расстроится. На их место придут другие, потом третьи и четвертые. Через суд взыскивать деньги – дело долгое и неблагодарное, что будет дальше, пока не ясно. На ум приходят только строчки из песни Высоцкого «Где деньги, Зин?», причем выделенные из федерального бюджета.